Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Вот я сижу, тружусь, и когда человек трудится, он вольно или невольно попадает в интересные такие информационные слои, где считывается разного рода информация. Вот смотрите, я сделал, и сейчас опять повторяю практически то же самое, только там вырезал. Это лунный цикл, что делается в тот или иной день. Значит, в каждый день народные приметы, особенности предсказаний, погоды, и в том числе идет упоминание о житии того или иного святого, круг жизни, так сказать. Идем. Можно подумать, что, ну, это какая-то информация несущественная, ненужная, лишняя, давным-давно устаревшая. И вот здесь я хочу сказать, редко, очень редкие люди, вот я, еще некоторые, обладают способностью отбирать жизненно важную информацию, не просто анализировать ее, а сопоставлять, как это работает в жизни. Итак, я не зря, вы знаете, идет своеобразное как бы руководство, не зря изложил в трех видео о болезни и излечении Максим, певицы Максим. Вот когда у вас случится вот такая примерно ситуация, все может быть. Кто вам реально придет на помощь? Из видосика о излечении Максим, нам известно, что, даже я разобрал не просто, что болезнь возникла так, знаете, вот так, так, бах, и обвалилась. Ни с того, ни с чего, так, неожиданно. Все закономерно. Все, что с вами происходит, все закономерно. Вы своими действиями, или так лучше сказать, мы своими действиями, подводим себя закономерно к тому или иному результату. А потом пожинаем его планы. Главное. Кто помог певице Максиму? Реально. Первая больница поставила там, что там, аппарат искусственной вентиляции легких. Дела видеть никакого. Ввела там в искусственную кому. Отказалась, передала дальше в больницу, где имеется аппарат, который обеспечивал и дыхание через легкие, ну, в смысле, насыщение кровью кислородами, заодно и работу сердца выполнял. То есть, в искусственном сне все это ввели, все это и ждут, и ждут. Вот именно. И ждут, что все будет нормально, якобы. Якобы эти аппараты подключили. Это, как бы сказать, своеобразная гарантия того, что человек сейчас через некоторое время пойдет на поправку. И в то же время, уже давным-давно, они сами, медики, знают, что в результате подключения вот этих всех аппаратов идут осложнения. Сепсис, заражение кровью, значит, туда вливают антибиотики. Далее кровотечение. Далее последствия того, что вот эти все эти снотворные применяются, чтобы человек спал. Все это отложит те или иные свои последствия вредные. И, как правило, они сами говорят, статистика такая, что из десяти выживает один после этого аппарата, а то еще и меньше. А то еще и меньше. И что? Все начали терять. Что увидела Максим? Вот вы знаете, как бы сказать, круг святых, что вот сегодня там такой-то человек святой, мы его поминаем, таре-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что мы его поминаем? Зачем мы его поминаем? А поминаем мы его за тем, что если мы его поминаем, то этот святой нам может помочь. Что реально помогло Максим? Останавливалось сердце, и все. Она уже одной ногой была в том мире и видела, что происходило. И что там происходило? Вспоминайте или еще разок посмотрите видосик, что сущности, которые там ее, как бы сказать, обслуживали, обливали водой, помните там. Посмотрите еще разок. Они говорили, кажется, за нее молятся. И здесь еще за нее молились и бабушка, и мама. И молились, естественно, почитатели ее творчества. Молились. То есть вроде как аппараты делали свое дело, то делали свое дело. Но этого было недостаточно. В серьезных случаях только помощь оттуда, что и произошло на самом деле, может вам реально помочь. Поэтому, когда я написал вот этот круг святых, я вообще-то сделал большое дело, что помянул этих святых, чем они так, ну будем говорить, знамениты. Вот у нас такое понятие, знамениты. Их, не так сказать, житие и прочее, прочее, прочее. И вот когда мы, читая, допустим, там 25 сентября, 22 сентября, о том или ином святом, мы с ним соединяемся. Мы уже, уже, если вы относитесь к данному святому, хотя бы с малейшим каким-то там уважением, я уже не говорю о почитании, с уважением, уже он откликается на ваши просьбы. Уже он вам может помочь. И чем мы больше почитаем наших святых, вот этот круг святых, который идет у нас в православном календаре, тем, естественно, больше мы с ними соединяемся и можем, в случае чего, получить от них реальную помощь. Еще разок, вот самостоятельно подумайте. Вроде бы какая-то информация такая детская, какая-то сказочная и так далее. Но сопоставьте ее вот со случаями, с различными случаями из вашей жизни, из жизни ваших близких. Что там реально помогало? А я вам привел вот один случай с Максимом, с певицей. Что реально помогло? Поэтому относитесь к этой информации серьезно. Серьезно, читайте, вникайте, соединяйтесь. В противном случае, знаете, вот как все безродное, оно пропадает пропадом. Подумайте об этом самостоятельно.